Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 марта и сегодня я сею свои томаты для открытого грунта, начала посев. В следующем видео я скажу вам, какие именно сорта сею и почему начинаю сеять так рано. А в этом видео, в коротком, я вот пока сижу, у меня руки-то заняты, а голова свободна. Я могу ответить на несколько вопросов и первый вопрос, который я хочу озвучить, это про монгольский карлик. Очень часто, почти каждый день, хоть один вопрос про монгольского карлика, но приходит. Когда сеять? Можно ли сеять его рано? Или его сеять попозже? Или он долго развивается? Толстоногий он или нет? И вот сегодня очередной вопрос от Татьяны Гайдуковой пришел. Я сейчас вам прочитаю вопрос и сразу же скажу ответ. Она пишет, хочу посеять монгольский карлик 4 марта, то есть сегодня. И ответ этот нужен ей срочно. Это рано? Спрашивает. Поздно? Или они успеют вызреть? Живу в Красноярском крае. Вы знаете, что я, во-первых, хочу сказать? Вот вы когда спрашиваете, хочу посеять монгольский карлик 4 марта. Но тут еще важно знать, перед тем, как мне ответить, важно знать, когда вы его будете высаживать на постоянное место, в открытый грунт или куда-то под пленочку. От этого ведь очень зависит срок, дата наша выпасева. И еще про монгольского карлика хочу сказать отдельно. Он у нас сорт особенный. И если сейчас я вот сею, начинаю сеять только с высокорослых, индотерминатных, крупноплодных, но монгольского карлика своего я тоже посеяла буквально дня два назад. Почему его можно посеять пораньше? Ну, во-первых, многие спрашивают, толстоногий он или нет. Нет, он не относится к толстоногим сортам томатов, но он имеет такие характеристики сортовые, что он тоже не вытягивается в рассаде. И его можно держать в рассаде чуть подольше, то есть качество рассада не меняется. И он даже более взрослый, выглядит не вытянувшимся, но нормальным. Почему он такой? Потому что это томат стелющийся. И как, если описание вы где-то видели его, после 20 сантиметров, вот он 15-20 сантиметров вырастает, даже когда в рассаде, он вверх прекращает расти, начинает расширяться в ширину. То есть у него начинают расползаться пасынки во все стороны, боковые веточки. И поэтому он не вытягивается. И его можно чуть раньше сеять без ущерба для его здоровья. Еще почему монгольского карлика многие сеют пораньше? Только потому, что он все-таки, многие считают его чуть-чуть тормознутым. То есть вот когда его посеешь, и он появляется, некоторые прям сразу быстро начинают расти вверх. Такая рассада на глазах увеличивается. А монгольский карлик, он после всхода, он очень долго остается маленьким. И у некоторых это вызывает подозрение, кажется, что какая-то некачественная рассада, или слабые были семена, или что. Но это опять же специфика сорта, вот такие специфические характеристики сорта, потому что он стелющийся, он грунтовой, и он в высоту, вот таким скорым ростом, он нас не поражает. Он наоборот, немножко помедленнее растет. И благодаря этим качествам его можно посеять чуть пораньше. Поэтому у нас получается, что многие для того, чтобы получить ранний урожай, его сеют сейчас в начале марта, в то время, когда мы сеем крупноплодные, высокорослые, самые-самые такие с длительным вегетационным периодом. Но сюда же можно воткнуть и монгольского карлика. Все, до свидания в следующем видео. Я сейчас вам расскажу, какие именно сорта я сею сейчас и почему. Все.